Ребята, всем привет! В ролике про подземную тюрьму я вам сказал, что если вы сможете набрать 120 тысяч лайков, то мы снимем видеоролик, в котором не ребята будут издеваться надо мной, а я буду издеваться над ребятами. И знаете, сколько набрал этот ролик? Более 150 тысяч! Твой лайк реально помогает! Давайте, если под этим роликом наберется 120 тысяч лайков, то мы с ребятами снимем соревнования на воде. Уверен, получится очень круто. И для мести я решил купить 500 килограмм крахмала. Изначально я хотел просто поставить их в коробке, но потом вспомнил про такую гениальную штуку, как нинейтоновская жидкость. С ней ребятам придется очень сильно помучиться. По итогу, ребят, у нас получается вот такая вот субстанция. Это нинейтоновская жидкость. Смотрите, если на нее воздействовать без усилий, то это обыкновенная жидкость. Но если приложить капельку усилий, эта штука становится супер-супер твердой. У каждого участника будет своя бочка. В каждой бочке находится по 166 литров нинейтоновской жидкости. Участник залазит на бочку и начинает просто интенсивно двигаться. Потому что одно из важных условий соревнований это не утонуть. Вот сейчас Ваня активно двигается и ему нормально. Но стоит ему замедлить свой темп, как ни не тонко, начинает мгновенно его поглощать. Все, Вань, не падает. Но помимо того, что ребятам нужно не утонуть в этих бочках, им еще нужно будет выполнять различные интересные задания. И тот, кто не выполнит, будет получать мини-наказание-усложнение. Но также мы подготовили одно очень сложное задание для вас, наших зрителей. Прямо сейчас нажмите на красную кнопочку подписаться. Сделать это не так просто. 40% людей до сих пор не подписаны на канал. Они просто не знают, где она находится. Но вам я дам небольшую подсказку. Просто сверните видеоролик. И вот она, красная кнопочка подписаться. Нажмите на нее. Ну а те, кто подписаны, спасибо вам большое. Ведь каждый, кто подписывается на канал, приближает нас к нашей цели. К 3 миллионам подписчиков. Мы реально, ребят, стараемся заморачиваться, делать интересно, делать разнообразно. Если ты подпишешься, мы будем тебе очень благодарны. Ну а победить у нас будет сегодня только один и целых два проигравших. И чтобы у ребят была реальная мотивация двигаться, не останавливаться, в конце этого их будет ждать просто жесточайшее наказание. Мы купили орехи. Это самые острые орехи в мире. Версия 3.0. Чтобы вы понимали, самый последний уровень, это 16 миллионов сковелей. Это просто чертовски жгучая штука. И я пацанам точно не завидую. Это будет весело, это все благодаря вам. Вы поставили много лайков, и это круто. Так, пацан, ладно, короче, давайте загружаемся в бочку. В одну все, втроем. И начинаем. Если вы думаете, что съесть острый орех, это не страшно. Я вот посмотрел пару видосов, как выполняли вот этот Death Nut Challenge. И что-то я побаиваюсь. Я буду делать сегодня все, чтобы не утонуть. Я хочу сегодня победить. Не хочу есть эти дурацкие орехи. Поэтому будем отрываться по полной. Я видел вживую, как их пробуют. Поэтому я буду стараться изо всех сил, чтобы избежать этой участи. Ух ты ж, блин! Так, пацаны, ну что, как твои ощущения вообще? Необычно. Я уже проложил. Не, ну нормально? Да, нормально. Вань, ты как в первом классе маршируешь. Как будто да. А вот что-то как будто жуком давит под собой. Почему-то у меня так ноги уходят быстрее всех. Ну, наверное, потому что я тяжелый, скорее всего. Я стараюсь найти оптимальный темп и не выдохнуться на первом этапе. Продержусь как можно дольше, но у меня все проваливается вовнутрь. И это меня пугает. Не, это очень залипательно выглядит. Я думаю, ребята уже более-менее адаптировались. Уже ходят как по асфальту. Есть одно очень важное правило. Кстати, ребят, вас касается. Нельзя трогать бочку руками. То есть хвататься нельзя. Все, пройдусь автоматически. Блин. И если вы ушли выше, чем по колено, вы тоже автоматически проигрываете. Но это сделано потому, что если вы погрузитесь по колено в ненетонку, вы потом не вылезете. Это вам 100% гарантию даю. Так что человек сразу считается проигравшим. Как-то так. Баскетбол. Ну что, ребят, первое испытание. Иди, давай клево поиграем. Да, клево, клево, круто. Там есть на меня наказания хорошие. Ваша задача попасть просто в кольцо. Это элементарно. Вот. Попал. Есть одно но. Тот, кто проиграет в этом задании, получит небольшое усложнение. И я думаю, ребят, вы должны знать, что это, чтобы реально бороться. Ну а вот, собственно, усложнение. Тяжелый рюкзак. У них увеличится масса тела, и передвигать ногами будет гораздо сложнее. Так что, ребят, обязательно попадайте в кольцо. Обязательно. Это не окей. Это кольцо. Да. Макс, держи. Ты первый бросаешь. Три броска. Так. Ах, ясно, блин. Отлично. Почти Максута. Разок, разок хотя бы. Да нет. Этого не может быть. Это отлично. Это хорошо. Максута, ноль попаданий. Рома, три бросочка, давай. Рома, балл в школе, я ходил на баскетбол. Валерий Геннадьевич, вам привет. Красава, Роман, красава. Ладно, хотя бы один. У Ромы есть один балл. Он уже точно не наденет рюкзак, в отличие от Максуты. Но, возможно, сейчас промажут Ваня, кто знает. Почти, Ваня, почти. Почти, давай. У меня есть шансы. Отлично. Я очень рад, что они так играют. Рюкзачок сюда. На плечи, дайте. А вот и наш супер-юкзачок. Чтобы вы понимали, ребят, что здесь находится что-то действительно тяжелое. Это шар для боулинга. Ты что, серьезно? Да. Маша, у тебя как раз футболка для боулинга. Ровно 5 минут нужно побыть с таким рюкзачком. Офигня, Макс. Нормально, нормально. Так, 5 минут засекаем. Это нелесоприятная зрелища, Никита. Максуто, стоп. 5 минут, давай быстрее сюда. Все, 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 родной, отдыхай. Отдыхай, родной. Так, полезно стало? Да, фига узнает. Ну да, по-моему легче. Примерно на шар для боулинга. Я думаю, устал только Максуто. Правильно? Ну да. Переходим к следующему заданию. Яичница. Парни, хорошие новости. Еда. Вот ложка. Ложку нужно взять в зубы. И положить сверху яйцо. В зубы? Да я вот так только могу ходить, я не могу вперед голову. И вот так, гордо, гордо иди. Держи яйцо одно. По моей команде положите. Второе. О, мой гад. Ну и чтобы у вас была, опять же таки, мотивация держать это все у себя в зубах, давайте посмотрим на усложнение. Утяжелители на ноги. Так, парни, давайте. Раз, два, три. Кладите. Максуто, давай, Максуто. Держи, давай. Давай, 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 давай. Стой. Стой. Так, все. Стоп, стоп. Первое яйцо уронил Ваня, значит ему достается вот это вот мини-наказание, я бы так сказал. Я почти утонул. Ване достаются вот эти два утяжелителя по одному килограмму. Ваня, нужно как-то, короче, сейчас вот это все одеть. Я могу зацепить. Вот. И вторая нога. Все. Я засекаю пять минут. Время пошло. Должен признаться, сразу уже чувствуется сильная разница. Я пробиваю своими ногами гораздо глубже нинейтоновскую жидкость, и мне стало действительно тяжелее. Стоп. Ваня, стоп. Красава. Я сейчас сниму аккуратно. Легче? Да, намного. На целый килограмм? Да, на целых два килограмма. Дартс. Че, парни, готовы узнать, какое следующее задание? Да, давай, дурак. Так, возможно, вы обрадуетесь, потому что это, я бы не сказал, что это сложно, на самом деле. Это всеми любимый дартс. Каждый игрок сделает три броска. Мы будем считать чисто по полоскам. То есть, допустим, попал сюда, значит 13. Будем суммировать очки. Кто набрал меньше всех, тот получит наказание. Кстати, о наказании. Вот. Ноги и руки будут связаны скотчем. Да ну. Естественно, ну не вот так вот прям, что прям вообще невозможно. То есть, я как бы скреплю примерно. Это невозможно. Но дискомфорт будет прям очень хороший. Максута, аккуратненько. Вот, три дротика. Три попытки. Максута, погнали. Медленнее. О, это хороший начало. Это хорошо. Ох. Да почему? Нет. Всего 16 очков, Максута. Вот эта штука, она очень сильно дезморалит и дестабилизирует, когда ты пытаешься на чем-то сосредоточиться. Вот и все. Рома, вот твои три дротика, также три попыточки. Забираю. Тактика такова, просто поводи. Давай, давай, давай. Девять. Восемнадцать. Максута, здорово. Я тебя обогнал. Так. 9, 18 и 19, то есть 46 очков. Я люблю вас. Мне кажется, Максута все сейчас. В этом раунде он сдаст позиции. Максута, 16 миллионов с коверей, помни. Я бы этому 16 выбил. Так, Ваня, три твоих броска. Раз, два, три. Опа. 20 очка. Ну вот так вот, Максута. Ну как-то так. Так. Ваня, ну ты накидай, давай посмотрим, просто лучше. Оп. Оп. Ну, Максута. Сильвупле. Опа. Руки. Давай, вяжи меня. У меня стоило отнять одни лишь руки. Максута, аккуратно. Да все, жопа, Андрюха. Пожалуйста, делай это быстрее. Давай, давай. Давай, да нет. 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 Да нет. Давай, Максута, давай. Я проиграл. Максута. Как ты, как ты вылазить только будешь, вопрос. Я, я по самую, как говорится, пятую точку в дерьме. К сожалению, Максута не смог выдержать это наказание и он проиграл. Это издевательство, а не наказание. Он только первый проигравший, ребят. Сейчас будет рубилов между Ромой и Ваней. Максута может спокойно отдыхать идти, но что-то да будет очень хорошее с ним. Блин, я не ходил, может, можно я тут постою и не буду кушать орехи? Нет, нет, нет. Давай, давай, давай. У меня просто такой вот огромнейший кусок ниньютоновской жидкости сейчас прилип к стопе. И он сейчас за мной тянется. Ниньютонка так просто не отпускает. Давай! Давай! Так, это была только одна нога. Без комментариев. Так, я знаю, вы сейчас, скорее всего, думаете, что я придуриваюсь, но я не могу вылезти, серьезно. Но выглядит, как будто ты придуриваешься, реально. Да я не могу, у меня там ногу держит вот так вот, вот так держит ногу. Ну нормально, уже не 5 рублей. Настольный теннис. Ну что, парни, готовы узнать, какое следующее будет задание? Давай. Настольный теннис. У каждого будет ракетка и у каждого будет шарик. Начинаем одновременно. Вы берете и начинаете нагонять. Считать не надо. Окей. У кого у первого упадет шарик, тот получит наказание. Все логично. Вы можете делать все, что угодно. Переворачивать ракетку, вертеть, крутить. Самое главное, нельзя трогать шарик руками. Есть огромный минус во всей этой ситуации. Он знает, что я плохо играю в теннис, но здесь-то я не должен промахнуться. Остановиться на 6 секунд. Просто замереть. Вы будете проваливаться, и потом нужно будет сделать старт. Я не знаю, сможете ли вы выбраться, но это будет интересно. Это будет, мне кажется, сразу отчисление с этой бочки. Из-за числения к Максу в контору. Как вариант, 6 секунд можно передохнуть немного, и потом резко пытаться вырваться. И это даже пойдет на пользу. Одновременно. Раз, два, три. Так, 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 так. Я в такс мяч, там ногами начал ускоряться. Роман, минус, красава, Роман. Сейчас, сейчас, сейчас. Это мой рекорд. Это могут быть роковые 6 секунд. Я засекаю четко таймер. Таймер ровно на 6 секунд. Как только ты останавливаешься полностью, я начинаю засекать. Раз, два, три. Время пошло, время идет, время идет. Три, четыре, два, один. Давай, двигайся! Роман, давай, давай, давай! Роман, руками не маши только. Монстр, монстр! Он погрузился аж вот до сюда. Вы понимаете, насколько было страшно мне в этот момент? Я такой стою, ноги были вот так. Они когда погружаются, они такие в одну точку. Это что такое мне, как отсюда, вылететь что ли? Чисто на везение вышло. Я бы на его месте уже был слез. Water bottle flip challenge. Правила очень-очень простые. Берешь бутылку, кидаешь. Бау! Все, плюс 1 балл. Ребята будут бросать бутылку по очереди. И до тех пор, пока кто-то не выиграет, короче. Ну, а наказание, парни, в этот раз будет действительно жесткое. Нужно будет на ноги надеть тапки, которые будут прилипать к этой бочке. Изначально в планах были ласты. Но ласты не вмещаются в бочку, поэтому это тупо. Мы возьмем тапки. Тапки это будет круто, реально круто. Ребята сделают по 5 бросков, потом мы посчитаем количество их очков. И если они будут равны, будем продолжать дальше. Короче, самое главное условие. Попадать на стол. Если она упала, не считается. Держи. Пять бросочков. Два. Красава. Два. Ес. Блин. Три. Ес. Три очка из пяти. Круто. Ес. Я за тебя болею. Хорош. Вот это красава. Вот это заруба, ребята. Еще по 5 бросочков, давай. Блин. Я думал, мы закончим на этом. Блин. Блин. Опасно это очень. Это все. Одно очко. До свидания. Давай, Ваня. Просто два раза поставить. Делай, Делай, Ваня. Но это не так просто. Уже поравнялись. Вот это заруба мощная, реально. Я, скорее всего. Все, пацаны. Просто радуюсь. Тант выходит. Сэр, в вашей черемичке. Я не знаю, как ты будешь рыбовать. А сколько ходить? Пять минут. Ну мы все только один раз делаем. Встаньте где-нибудь сзади хотя бы, чтобы я не упал. Если ты будешь падать, ори. Хорошо. Что орать? Просто. Букву А. За последнего. Пять минут засекаю. Стоп. Если хочешь, можешь снять его. Если тебе комфортно так, можешь так. Оу, еее. Многие запарились ужасно. Сейчас прохладная нинютоночка охлаждает их. И я чувствую себя отлично. Гусь. Парни, ну и финальное испытание. Оно и покажет, кто из вас проиграет и получит самое жесткое наказание. А кто нет. Передвижение гуськом. То есть вот таким вот образом. Играем до талого. Кто утонет, тот проиграл. Все. Окей. На раз в отре опускаемся и начинаем. Парни, раз, два, три. Если вы будете разгибаться, я вас дисплантицирую просто. Вон Роман что-то разгибаться начнет. Ваня, ты тоже посиднее жопа посидишься. Я не могу. Это какой-то не гусь, а тетерик. Это какой-то конь шахматный. Ладно, это будет называться не гусь, а шахматный конь. Действительно. Как же они не хотят кушать эти орешки. Кошмар. Я тоже на самом деле не хочу, но надо проигрывать с достоинством. Еще, Вань, можно? Нет? Нет. Том, можно? Пока нет. Есть сила еще. Так как это длится уже достаточно долго, хочется пожалеть, ребят. Немножко усложнить. Давайте на одной ноге. Давай. Нужно быстрее решать, кто проиграл. А что, надо мной издевались они, когда я был в ящике? Когда я в тюрьме был? Я тоже хочу поиздеваться. Раз, два, три. Все, у нас есть проигравший. У нас есть проигравший. Ребята, кто за меня болел? Немножко. Уж простите. Красава. Просто, если бы нога не утонула, утонула бы голова в соседней бочке. Этого я не хотел. Ребята, прямо сейчас на своих экранах вы видите инстаграмы всех ребят. Я думаю, стоит перейти и подписаться. Они реально достойны этого. Они бились просто, как могли. И это очень круто. Ну а мы переходим к наказанию. Ну что, ребята, переходим к нашему наказанию. Максута выбыл первый. Второй выбыл Роман. Он с Ваней бился до последнего. Продержались они на бочке аж полтора часа. Вот, собственно, наши орехи для наших проигравших. Но здесь есть важный момент. Так как Максута вылетел первый, он будет хавать самый жесткий уровень. То есть пятый. 16 миллионов сковелей. А Рома будет хавать первый уровень. Это максимально справедливо. Так как Максута вылетел первый, он получит самое жесткое. А Рома бился до последнего и получит... Ну, он все равно схавывает орех, но он будет не такой жесткий. Начнем мы с Романа. С первого уровня. Открываем нашу пачечку и достаем первый уровень. Одного орешка будет вполне достаточно. Ваня будет наслаждаться просмотром. Заслуженная победа. Если честно, то даже страшно смотреть, что сейчас будет. Жуй, родной. Жуй, родной. Что, все? Это... Что? Нет, нет, нет. Оно не может так быстро. Ну почему? Оно так быстро. Все, все, все. Только первый уровень-то, зачем это делают? От первого уровня можно в обморок упасть даже. Мне кажется, он меня пугает специально. Глотать не обязательно, вы понимали. Этого хватит. Дыши, дыши, дыши. Давай, давай, ротиком дыхай. Ротиком дыхай. Ну, е-е-е-е. Паника, паника в глаза. Давай, Ромуля. При бурке? Как оно? Я не знаю. Знаете, на самом деле, даже если вот оно мне сейчас сильно жжет. В глазах страх просто. Ты меня, ты прикалываешься, нет? Рот, ты прикалываешься? Я не прикалываюсь нисколько, Макс. Я думаю, что с Максутой будет вообще все, кранты. О, чуваки, если это первый уровень, я просто боюсь представить, что находится вот здесь. Максута, ты поцелуешь солнышко. Ну, в принципе, нормально. Ты уже отошел, да? Почти. Но терпимо. Ну, все. Я думаю, можно освободить место для Максуты. Так, Максута, садись. Падай, падай, падай сюда. Милости прошу. Второй уровень нам не подходит. Третий уровень не подходит. Четвертый нет. Пятый уровень. Открываем. Он не пахнет, Макс. Этот пахнет. 16 миллионов сковелей. Этот пахнет опасностью. Я боюсь. Очень сильно. Не бойся, вот тебе бутылочка. Максу, ты пакет сначала. Сразу две. Пакет настал. Все я смотрю? Четко возьми, да. Господи. Он прямо на низечок. Оно прямо сразу прибежит. Меня сразу приезжает. Жуй, 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 жуй. Это же рот. Жуй, 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 жуй. Ротой. Не берищи, не берищи. Что это за буквы? КАМЕРА УПАЛА Отсюда, ты хоть что-то скажи Ты не трубил Отсюда, отсюда Ты как? Господи, это... Макс Да, ты как? Я плохо Очень Это невыносимо просто Минут десять где-то поперял, пацаны Да у меня и слюни, и сопли, и слезы. У меня волосы Мне больно делать что-либо Сейчас 15 миллионов, это много походу Когда я проигрывал, я просто не представлял Насколько это сильно теперь теперь я не могу говорить долго без молока и когда будут на кону стоять эти орехи я раз 200 подумаю прежде чем проиграть ну что ребята вот такой ролик получился не забывайте подписываться на канал ставить лайк спасибо за просмотр всех пока